ЧЕРЕПАХУ МК1 ЧЕРЕПАХУ МК1 ЧЕРЕПАХУ МК1 ЧЕРЕПАХУ МК1 ЧЕРЕПАХУ МК1 случае, ребят, вы потеряете на ДПМе. И ДПМ у вас упадет до 2700, а время перезарядки будет практически 7,5 секунд. Я поиграл и мне было абсолютно дискомфортно. Также, ребят, вы можете ускорить себе полет снаряда. То есть скорость полета снаряда у вас улучшится. А здесь действительно очень унылая скорость полета снаряда. Но тогда, ребят, вы теряете в своем сведении. И в таком случае, ребят, у вас сведение будет 3,5 секунды. Опять-таки, я лично поиграл, мне было не сильно удобно. Что могу сказать по поводу оборудования в очередной раз? И говорил об этом уже огромное количество раз. Нет понятия правильное и неправильно установленное оборудование. Есть понятие комфортно или дискомфортно. Если вам будет дискомфортно с тем оборудованием, как поставил его я, вы можете всегда его переключить. И здесь нет понятия того, что я был неправ, а вы правы. Или наоборот. Что касается, ребят, урона. Урон здесь действительно крайне маленький. 300, 30 единиц. Для ПТХи восьмого уровня это самый нижний показатель. В сравнительной таблице я вам это покажу. Что касается углов склонения орудия, все очень бодро. Вниз минус 10, вверх плюс 20, да и, в принципе, по сторонам орудия смотрят довольно-таки удобно. Если вы будете стоять вот так вот в бою, то вы можете вполне спокойно свое орудие поворачивать, ну, практически на полную. Я бы не сказал, что данная ПТХа очень плоха своим орудием. Она очень хороша в этом отношении. Многие машины, которые не имеют рубки и имеют вот такую вот жестко установленную пушку, действительно отыгрываются дискомфортно и периодически приходится доворачивать корпусом. Ну, а вы, соответственно, будете увеличивать свой разброс, как только будете начинать движение корпуса. Здесь же этой проблемы нет. Плюс к тому, черепаха является довольно поворотливой машиной. Доворачивать корпусом очень удобно и приходится это делать крайне редко. Что касается брони. Броня здесь есть 277, там практически 280, вот, пожалуйста, с учетом приведенки в верхнем бронелисте. Передняя, вот, эта планка имеет довольно тоже неплохую броню. Верхняя часть тоже хорошо забронированная. Вокруг орудие. Тут вообще никто вас никогда не пробьет. Ну, а комбашня здесь настолько маленькая, что выцелить ее практически нереально. Куда пробивают? В прямой проекции. В прямой проекции пробивают в нижний бронелист. И действительно, его стоит прятать. Именно сюда постоянно заходят снаряды. И если вы грамотно его спрячете, то где-нибудь на средних расстояниях, а уж тем более на дальних расстояниях, пробивать вас практически никто не будет. А вы в свое время, давая нормальное упреждение, будете вполне спокойно накидывать по 330 в среднем. Что касается позитива. Пускай не жестко забронированные борта. Понятное дело, что с бортов и с кормы пробивать вас будут. Но обратите внимание, если вы будете стоять ромбом, а на этой машине ромбом можно отыгрывать благодаря тому, что орудие поворачивается в сторону очень бодро. Вот представьте себе, что вы вот так вот стоите к врагу. То здесь в бортину будет приведенка 540 миллиметров. Это очень много. И пробить вас сюда нереально абсолютно. В то же время, часть вашей тыльной части, вот эта вот, которая плохо вроде бы забронирована, имеет 455. Короче говоря, вот в эту зону всю пробивать вас с борта не будут, если вы ромбом стоите. В это же время, ребят, у вас здесь приведенка 230, здесь 277. И опять-таки единственная хелесова пята, это нижний бронелист. Очень удобная машина для того, чтобы отыгрывать где-нибудь от каких-то зданий, от каких-то укрытий и ромбовать. Что касается сравнительной таблицы. Ну, первое, что давайте вспомним по поводу пробития. 232. Огромное количество машин имеют пробитие выше. Крайне малое количество машин имеют пробитие ниже. Поэтому по пробитию далеко не фонтаны. Возможно, вам все-таки придется переставить именно на пробитие, чтобы получить 244. Здесь у вас тогда ДПМ будет составлять 2700. Не худший ДПМ на уровне, но я бы сказал, что это будет чуть ниже среднего. Что касается того, чтобы играть все-таки на досылателя, то практически 3000 ДПМа и здесь уже полноценно средняя машина по ДПМу, если посмотреть по сравнению со всеми остальными. Если, конечно, брать в учет АТ-15, который там закидывает мама не горюй, благодаря неполным 4 секундам перезарядки, то, безусловно, ни в какое сравнение не идет. Но геймплей, ребята, абсолютно другой у черепахи по сравнению с АТ-15. Что касается альфы. Как видите, 330 единиц альфы это худший показатель на уровне и если выбросить вот этого вот товарища опять-таки АТ-15 проходного, то хуже, в принципе, никого не будет. Ну а если сравнивать конкретно с АТ-15, то разница 330 против 225. 75 единиц по альфе это действительно существенная разница, но все-таки здесь скорострельность многое решает, именно поэтому здесь такой большой ДПМ. Что касается, ребят, времени перезарядки. Время перезарядки крайне комфортное и подойдет новичку однозначно. Вам нет необходимости ждать целых 10 секунд для того, чтобы выстрелить. Но в то же время, ребят, хотелось бы, чтобы все-таки здесь показатель по альфе чуть-чуть поднялся, а время перезарядки оставалось тем же. Но я уже, наверное, сильно придираюсь, потому что в целом черепаха отыгрывается неплохо. Стоит также помнить по поводу того, что черепаха, действительно, черепаха в отношении передвижения по карте 20 скорость вперед, 10 назад. И эта ПТ-шка однозначно одного направления. Вы не сможете перепрыгнуть на другую сторону карты, вы не сможете бодро куда-то перекатиться. Она играется точно так же, как играют ПТ-шки серии АТ. Если вы играли на этих машинах, я думаю, вы поймете, о чем я говорю. Что касается процента по победам, то 52%, ребят, не самый лучший показатель на уровне, согласитесь. Да и плюс к тому, всего лишь 80 игроков играли на данной машине за последнее время. Это говорит о том, что машина не сильно популярная. Не сильно популярная именно из-за своей медлительности, в первую очередь. Ну и мало кому на восьмом уровне заходит такой геймплей, чтобы вяло куда-то перекатываться и пытаться что-то где-то сделать и не иметь возможности куда-нибудь убежать в случае необходимости. Ни в коем случае нельзя попадать в окружение на данной машине, потому что вас разберут, хотя поворачиваетесь вы бодро, но если будет двое или трое соперников, то понятное дело, что в принципе ваша песенка спета. Хотя, эта песенка спета на любой машине, на которой вы бы не играли. Я не знаю, ну возможно какой-то маус там может чуть дольше продержаться, просто благодаря тому, что запасы по хп больше. Ну а в целом, ребят, в окружении на любом танке в нашей игре попадать не стоит. Дожидаемся захода в бой, ну и там дальше будем продолжать все нюансы обсуждать по нашей черепахе. Субтитры сделал DimaTorzok, АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, друзья, черепаха едет как черепаха, как вы видите, 20 км в час берут свое, и машина, в принципе, не терпит какой-то суматохи в бою. На данной машине крайне комфортно будет, если бой будет спокойный, размеренный, ну и вы вполне спокойно и размеренно будете делать свое дело, будете выполнять свою основную задачу. Ну вот, допустим, даже далеко не отъезжая от респа, накидывать урон по засветам своих союзников. Что касается пробития сейчас в борти, ну то, как я говорил, в бортах особо брони нет, и скорее всего, вот туда вот к маяку проскочил какой-нибудь вражеский товарищ, который оттуда в нас и набрасывает. Поедем сейчас к нашим тяжам, попытаемся вместе с ними там попадаться. Опять-таки, стоит отметить, что когда берете черепаху в бой с собой, то первая мысль, которая будет вас посещать в начале боя, а правильно ли я принял решение поехать вперед. Так-с. Не очень весело здесь сейчас все в бою происходит, крайне много соперников, еще и довольно пробивных соперников. Так, отваливаем, пытаемся отвалить, но при скорости 10 километров отваливать назад на черепахе очень сложно. Итак, куда пробили? Пробили вверх, пробили явно голдовым снарядом. Что касается нижнего бронелиста, я изначально говорил о том, что именно в него будут выцеливать, ну а наше отверстие в борту, это в принципе следствие того, что где-то со стороны маяка нам в прямой проекции прилетело в боковую часть, ну и соответственно туда безусловно пробили. Досматриваем бой, берем еще раз черепаху и опять закатываемся, потому что то, что сейчас происходило в бою, далеко не то, что будет происходить с вами прям в каждой катке. Итак, друзья, всего лишь 600 единиц урона, ничего удивительного, потому что я сделал всего лишь два выстрела удачных за бой. И вследствие этого является то, что мы находимся на первом месте в команде, но исключительно с конца. Обязательно похвалим наших ребят, которые сделали максимальные результаты в данном бою, первые два места, ну и обязательно, как обычно, похвалю самого лучшего из команды соперников. Мне поставили диз, возможно в чем-то заслуженный, спорить не буду, но на черепахе очень сложно добраться до гуще событий, пока они там, эти события происходят. Гораздо удобнее, когда эти события происходят тогда, когда вы уже доехали. Так, против нас, кстати, есть еще одна такая же черепаха и мы сможем посмотреть на результаты боя этой черепахи и сравнить со своими результатами. Ну и классно, и дальше что? Оставляем тяжелые танки? Ладно, оставляем, значит оставляем. Нет, не оставляем. Давайте мы как-то определимся, куда мы едем, потому что мне лично, точнее не так, мне единолично на черепахе ехать куда-то самому со своими 20 километрами скорости, ну прям не в дугу совсем. Поэтому давайте, ребята, определяйтесь быстрее. Разговариваю с ними так, как будто бы они меня слышат. Было бы, конечно, неплохо, чтобы они меня слышали, но, к сожалению, не все в нашей игре так просто. Еще и чат отсутствует полноценный. Ждем каких-то засветов. Вот наша черепаха, которая у соперников. Сведение и точность. По-моему, очень даже комфортно, очень даже удобно. У меня лично в отношении сведения и точности к черепахе никогда не было никаких вопросов. В этом отношении машина действительно показывает себя довольно неплохо. Угол склонения орудия вверх, как вы видите, позволяет выцеливать, даже если вы находитесь где-нибудь в низинке. А вот урон, ребят, все-таки маловат. Хотелось бы, чтобы урона было немножечко побольше. Хотелось бы, чтобы именно уроном была компенсирована слабая подвижность данной машины. Давай, продвигайся вперед. Блэк Принц. Вы не хотели бы поделиться хпшечкой? Дайте я вас немножечко раздену на хп. Так, надо нам подкатываться немножко. Время перезарядки позволяет нормально выехать, добрать черепаху. С борта, как я и говорил, она абсолютно картонная. Это позволяет нам накинуть в нее урона. Вот этого товарища я сейчас однозначно не доберу. Давай, вылазь оттуда. Хорош, захоронился. Ну и долго ты так стоять там будешь? Ладно. Если ты думаешь, что мне сложно к тебе подъехать, ты ошибаешься. Опять-таки время перезарядки решает довольно четко. А вот здесь абсолютно ничего удивительного. Фугасы заходят в слабо бронированные машины довольно неплохо. Наносят хороший урон. Ну а, как я говорил, комфорт орудия в отношении того, насколько оно склоняется вправо-влево, вверх-вниз, крайне-крайне высокий. Действительно крайне комфортно, крайне удобно выцеливать практически в любых местах, где бы ни находились соперники. И под каким наклоном бы ваша машина ни стояла, как вперед, так и назад. Все действительно очень бодро и очень приятно. Ну что, поехали, попытаемся сейчас еще по Блэк Принцу немножко поработать. Даже на ходу, без полного сведения, орудие крайне точное, крайне приятное. И вот то, что я говорил, что давая хоть какой-нибудь угол, когда вы передвигаетесь, ну вы можете реально принимать непробитием довольно часто. Четыре фрага на нашем счету. Не знаю, смогу ли я сейчас сделать еще пятый. Смотрим, фугас зайдет или не зайдет. Нет, немножко довернулся. Ну и понятное дело, что его сейчас доберет. Не добрал. Ну ладно, хорошо. Был другой союзник, который это сделал. В целом, ребят, были все шансы сделать пять фрагов. Немножечко не фартануло. Хотел в верхнюю... Точнее, не так. Хотел возле башни в верхнюю часть корпуса закинуть фугас. Но Блэк Принц в последний момент немножко дернулся и фугас не зашел туда, куда я хотел. Но в любом случае, 3300 единиц урона. И вот это как раз является не то, чтобы стандартным боем, но приближенным к стандартному бою на черепахе. Машина в целом очень хорошая, очень классная. Вопрос просто заключается в том, что вам необходимо для себя принять в первую очередь решение в отношении того, сможете ли вы играть с ее скудной подвижностью. И насколько сильно будут скрипеть ваши зубы в боях, когда вы будете принимать изначально в начале боя не совсем правильное решение, куда вам нужно ехать. И вот как в первом бою будете попадать в замес, из которого вам выбраться будет очень сложно. А так в целом машина, как ПТ для новичка, очень удобная и очень приятная. Это был абсолютно честный обзор на черепаху. Если вы за честный обзор и однозначно подписываетесь на канал, а еще, друзья мои, посетите мой дискорд сервер, зарегистрируйтесь там, потому что в ближайшее время там будет проводиться розыгрыш на премиумную машину. А еще, друзья, можете там ознакомиться с новостями игры и с новостями канала. И позволит вам не пропускать новые видео, которые выходят. Ну а на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.